Плюсы и минусы частного здравоохранения. Стратегия развития медицинского бизнеса. Это только часть тем, которые обсудили на седьмом форуме частных медицинских организаций. Он был организован медицинским центром Еломед совместно с Центром стратегических инициатив частное здоровье. В Рязани такой форум организован впервые. Своим опытом делятся именитые эксперты, кандидаты и доктора медицинских наук, член общественного совета управления Роспотребнадзора. На форум приглашены руководители ведущих медицинских клиник из Москвы, Санкт-Петербурга, Владимира. Всего 27 регионов. Однако самые важные слова сказал директор Рязанского медицинского центра Еломед. Государству и людям необходимые частные клиники. Это факт. Они разгружают государственную медицину в экстренных ситуациях, что и подтвердило пандемию. К тому же отчисляют в бюджет немалые налоги. Но при этом фактически частная медицина до сих пор не стала частью системы здравоохранения. Медицинский центр Еломед работает уже два с половиной года и все эти проблемы мы испытываем на себе. Поэтому сейчас мы стремимся всячески содействовать тому, чтобы частная медицина развивалась, становилась все более эффективной и закрепилась на позиции равноправного партнера государственной медицины. Частное здравоохранение в России развивается семимильными шагами. Форум – единственное место, где на каждый вопрос можно получить развернутый ответ. Основные трудности – вопросы управления, организации медицинского бизнеса и правовой защиты. Телефонская область достаточно благодатная земля для развития частного бизнеса в нашем медицине. Посмотрите, проанализируйте. Нашу частную систему здравоохранения, она нашла удобную нишу свою, цепи государственной системы, и поэтому восполняет именно те потребности населения, которые могут дать частную систему больше комфортно, больше условий, и, так сказать, привлечения наших ведущих медицинских специалистов к работе в частной системе. На форуме такого масштаба можно также обменяться уникальным опытом, получить точные ответы на возникшие вопросы и повысить эффективность своей работы. Мероприятие продлится два дня. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».